Мы продолжаем читать наставление преподобного Ефрема Сирина из второго тома «Добротолюбие», где он пишет о борьбе со страстью гордости и в силу этого пишет и о смирении. Вот 321 абзац, по сути дела, в духе Иоанна Лестничника, он говорит о том, что такое смиренный человек. Смиренный человек не чеславится, не гордится, служа Господу из страха перед ним. Смиренный не устанавливает собственной своей воли, прикословия истине, но повинуется истине. Смиренный не завидует успеху ближнего, не радуется его сокрушению, а напротив того радуется с радующимся и плачет с плачущими. Смиренный не унижается в лишении и бедности, не оказывается надменным в благоденствии и славе, но постоянно пребывает в той же добродетели. Смиренный почитает не только высших, но и низших себя. Смиренный не впадает в раздражительность, ни никого не оскорбляет, ни с кем не ссорится. Смиренный не упрямится и не ленится, хотя бы и в полночь позвали его на дело, потому что поставил себя в послушание заповедям Господним. Смиренный не знает ни досады, ни лукавства, но в простоте служит Господу, мирно живя со всеми. Смиренный, если услышит выговор, не ропщит, и если будет заушен, не выйдет из терпения, потому что он ученик, претерпевшего за нас крест. Смиренный ненавидит самолюбие, поэтому не домогается первенства, но почитает себя в мире всем как бы временным пловцом на корабле. Вот такое рассуждение пространное. Собственно, все это в общем-то мы знаем и понимаем. Ну вот хотелось бы, другое дело не исполняемое, но по крайней мере это напоминание о том, что такое смирение, оно здесь содержится. Я бы хотел обратить внимание только на две вещи. Первое это слова о том, что когда человеку, говоря смиренному человеку, говорят какой-то делают выговор, или там каким-то образом замечание, или даже наносит оскорбление человеку смиренному, то он не возмущается. Скажем, смиренный услышит выговор, не ропщит, и если будет заушен, не выйдет из терпения, потому что он ученик, претерпевшего за нас крест. Так вот, если с человеком это нечто подобное случится, а он, скажем, распаляется в ответ, воздает злом на зло, как ему, так и он, то, значит, он не только не смирен, как мы себе говорим. Ну, что с меня взять? Ну, не смиренный, да, ну не смиренный. И что теперь? А кто смиренный-то? Где вы видели этих смиренных-то? Нету смиренных никого. Вот, так что не надо, будто бы я там грех какой совершил тяжкий. Все так живут, ничего особенного. Мы так себе думаем, мы, собственно, оправдываем себя, и всегда оправдывали, и всегда будем оправдывать, что на самом деле ничего особенного мы не сделали. Он просто не смиренный, ну и что из этого, что не смиренный? А, по сути, это своей, ведь вопрос не в том, что мы просто не смиренные, в том, что мы, ну, не ученики Христа. Не ученики. Он говорит, научитесь от меня, я как роток есть, и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим. Но учитесь от меня. Если вы мои ученики, то учитесь и делайте, как я. Кто хочет быть моим учеником, возьми крест и следуй за мной. Ну и там продолжение разное, там, отвергнуть сего, там, возненавить свою душу и так далее. То есть, если мы не идем за ним, а он, в ответ, когда его унижали, делали выговор и били, он терпел. Если мы за ним в этом пути не идем, то значит, мы не берем своего креста и не следуем за ним. Мы идем по другой дороге. Мы называем-то себя христианами, конечно, но идем-то мы по другой дороге. Есть два пути. Один путь, который широкий, пространный, им идут все, а другой путь, он узкий. И его еще поискать надо, найти, чтобы встать на этот узкий путь. И вот мы по нему не идем, потому что по нему только идут те, кто хочет быть учеником Христа, берут они за крест и идут по этому самому узкому пути. А крест, он много из чего состоит, но с неизбежностью он включает в себя и поведение, как у Христа, как у подвигоположника. Если Христос терпит надругательство над ним, то терпеть должны и мы. Если Христос терпит поношение, то должны терпеть и мы. Он об этом нам говорит, он нас об этом предупреждает, он нас к этому призывает. В мире будете иметь скорбь, в мире будете гонимы. Вас не будут любить, вас будут предавать на смерть. И много чего другого он нам совершенно определенно обещает. И от нас требуется тогда, когда вот эти все вещи, они с нами произойдут, их надо потерпеть. У нас, скажем, есть на кого посмотреть. Мы смотрим на распятого Христа, на его кровавленные ладони, на его изможденный лик. И говорим, ну ладно, вот он терпел и я потерплю. У нас крест здесь на груди висит. Вот, когда мы так относимся, то у нас появляются силы, наша вера низводит в наше сердце благодать духа. И этим духом мы способны перенести свалившиеся на нас напасть. А второе, что важно по этому поводу заметить, когда мы возмущаемся. Когда мы возмущаемся тем, что вот нас обижают. Нам делают выговор, несправедливый выговор. Нам сказали, что мы неправильно делаем, хотя мы делаем правильно. Вот, может выговор справедливый, может несправедливый. Но нам кажется, раз мы обижаемся, что вот это замечание, выговор, обида, наказание, они несправедливы, либо несправедливы по существу, либо сделаны в несправедливое время, либо в несправедливой формулировке. Ну я, конечно, виноват, но можно было сказать как-то помягче, как-то поспокойнее, без этих оскорбительных интонаций. Или в такое время, когда никто не слышит. А что так-то вот прям, как будто я прям там самый большой хулиган и вообще там службу сорвал. Вот, то есть это происходит потому, что справедливость в отношении, скажем, действий, направленных вот к нам, адресованных нам, касающихся нас, она затмила от нас, для нас все. Все должны относиться к нам справедливо. Конечно, это не то, чтобы, скажем, либеральная тема прав человека, нас так исказила, ну исказила, конечно, но действительно у человека есть в душе очень такие основательные представления о справедливости, очень основательная потребность в том, чтобы все было по-справедливому в отношении к нему. Да, вот это такое у нас и есть. И эта справедливость, она затмила всю. В сущности, это неплохо. Когда человек думает о справедливости, я не могу сказать, что это плохо. Вот, в общем-то, это по-человечески, это нормально, это понятно, это законно. Вот, и, в общем-то, я ничего против не имею. Только при чем тут Христос? Христианство, церковь. Для того, чтобы требовать справедливости, для того, чтобы искать справедливости и отстаивать справедливости, совершенно не надо вступать в церковь. Ну, просто не надо, это не о том. Церковь – это не место, где борются за справедливость. Церковь – это не место, где являются справедливостью. Церковь – это не место, где говорят о справедливости. Нет, мы, конечно, можем тоже требовать справедливости и как-то говорить о ней, даже как защищать. Но не потому, что мы христиане, а потому, что мы люди. И человек, естественно, поскольку он живет в этом мире, он человек, он в силу того, что он человек, он говорит, требует, отстаивает, добивает справедливости. Это по-человечески. Но христианин – это человек, который к справедливости, ну, так скажем, не имеет прямого отношения, потому что мы говорим о распятом Боге, распятом праведнике. И где же тут справедливость-то? Мы говорим о претерпевшем над собой насилии, мы хотим идти его путем, мы хотим ему подражать, мы хотим вкусить его благодать, несправедливо, кстати, на каком основании мы хотим вкусить его благодать. И много чего другого. То есть сам подвигоположник, сам основатель нашего учения христианства или нашей религии, тот, кого мы поклоняемся, кого мы считаем своим Богом, в отношении его была несправедливость, осуществляется до сих пор несправедливость, и тем не менее мы вот называем себя его учениками, стало быть, должны в этом мире поступать так, как он. Вот, то есть если мы христиане, то мы должны быть готовы к несправедливости в отношении себя. Апостол Петр прямо так и говорит. То есть вы должны, вспоминая о том, кто претерпел несправедливость ради нашего спасения, быть готовым к любой несправедливости в отношении к вам. Это имплицировано в христианство. Ты идешь по стопам несправедливо избитого, несправедливо осужденного, несправедливо убитого, несправедливо оклеветанного, несправедливо измученного человека. А если вспомнить еще, что он и Бог, то несправедливо неблагодарного, несправедливо Богу, которому мы не подчиняемся, ему совершенно не по справедливости и прочее, Эта несправедливость зайдет просто в бесконечную степень в отношении к Богу, распятому на Голгофе, все несправедливо. Но тем не менее, мы его ученики, стало быть, к этой несправедливости мы должны быть готовы. Но, если уж мы говорим о справедливости и забывать о ней, как люди, мы не имеем права, если уж мы говорим о справедливости, то сами мы всегда справедливы по отношению к людям или по отношению к Богу. И выяснится, что нет. Нет, в этой ситуации нас несправедливо обвинили. А вот 30 лет назад была ситуация, в которых мы несправедливо обвинили другого человека. Несправедливо увели жену из семьи другого человека. Или соблазнили жену очень несправедливо. Или еще что-либо сделали очень нехорошее. Где-то взяли деньги, где-то не отдали долга, где-то обманули и слукавили. То есть поступали несправедливо. Если помните, сама история Ефрема Сири началась именно с этого. Он был уверен, что он несправедливо сейчас будет осужден, пока не вспомнил, что да, в этом случае он несправедливо осужден. Но у него было то действие, за которое не получил осуждение по справедливости, должен был бы быть осужден сейчас. И вот если мы думаем всякий раз, когда мы думаем о том, что с нами поступили несправедливо, то мы должны по совести, по-честному, мы должны сказать, что вспомнить две вещи. Во-первых, мы христиане и идем по стопам несправедливо осужденного праведника, несправедливо осужденного человека, несправедливо оклеветанного и презираемого всеми Бога. Это первое. Второе мы должны сказать. Но вообще-то если Бог допустил в отношении ко мне несправедливость, справедливый Бог допустил в отношении меня несправедливость, значит, где-то, когда-то я был несправедлив. Триста тридцать четвертый абзац. Достаточно пространное слово. Отличительные черты и признака человека, имеющего истинное смирение, суть следующая. «Почитать себя грешным, паче всех грешников, не сделавшим ничего хорошего пред Богом, укорять себя во всякое время, на всяком месте, за всякое дело, никого не хулить и не находить на земле человека, который был бы грешнее и нерадивее его самого. Но всех всегда хвалить и прославлять, никого никогда не осуждать, не уничижать и не оклеветовать, во всякое время молчать, без приказания или крайней нужды, ничего не говорить. Когда же спросит, и есть намерение или крайняя нужда, заставляет говорить и отвечать, тогда говорит тихо, спокойно, редко, как бы по принуждению и со стыдом, ни в чем не выставлять себя за меру, ни с кем не спорить ни о вере, ни о другом чем. Но если говорить, то хорошо сказать ему «да», а если худо, отвечать «как знаешь». Быть в подчинении и гнушаться своей воле, как чем-то пагубным, иметь взор, поникший всегда в землю, иметь перед глазами смерть свою, никогда не прознословить, не пустословить, не лгать, не противоречить высшему. И радость, с радостью переносить обиды, уничижения, утраты, ненавидеть покой и любить труд, никого не огорчать, не узвлять ничью совесть. Таковы признаки истинного смирения божен, кто их имеет. Потому что здесь еще начинает быть домом и храмом Бога. И Бог вселяется в нем, и делается он наследником царствия. Как мы видим, тоже повторение предыдущего разобранного нами слова. Но, с одной стороны, пространнее, с другой стороны, некоторые качества здесь иные, а некоторые раскрыты гораздо глубже и полнее. Отличительные черты смирения нам здесь приводит Ефрем Сирин. Причем, если мы, скажем, бы внимательнее, имея, скажем, не полчаса времени, а два часа времени, если бы мы внимательнее все это разобрали, то мы бы увидели, что часть этих, скажем, качеств, этих отличительных черт, они свойственны только монахам. Поскольку у нас не два часа, мы не будем говорить о том, почему так, и в какой в этом смысл, хотя это интересно. А есть черты и качества, которые вполне приемлемы для, и исполнимы для нормального, обыкновенного человека. Единственное, что скажем, что те качества, которые здесь адресованы и соотносимы только с монашествующими, они говорят не то только, что монаху это удобно достичь, а то, что в целом монашество – это путь к совершенству. Поэтому они некоторые вещи совершенствия могут достигнуть. Но есть качества, которые приемлемы для любого человека. Какие? Во-первых, почитать себя грешным, паче всех грешников, не сделавшим ничего хорошего пред Богом, укорять себе на всякое время, на всякое месте, за всякое дело никого не хулить, не находить, на земле человека, который был бы грешнее и нерадивее его самого. Почему это мирянское качество, качество, достижимое любому человеку? А потому что об этом говорит молитва ко святому причащению. Та самая молитва, которую мы читаем, или точнее слышим, она должна прочитать, но слышим все, когда стоим перед чашей. И эта молитва, она общецерковная, она не разделяет людей на монашествующих и мирян, она требует этого от каждого. Каждый человек говорит веру исповедуя, как ты пришел в мир грешников спасти, от них же первый есть аз. То есть предполагается, что человек, стоящий перед чашей, должен, не просто сказать, ощущать себя грешнее всех в этом храме. Ну, пусть не на всей земле, но, по крайней мере, в храме, здесь стоящих. Конечно, не надо думать, что вот все такие глупые или фанатики. Конечно, это невозможно по-человечески, невозможно. Это возможно только во Святом Духе. Только в нем мы и можем пережить состояние совершенной умаленности, полного, совершенного познания своих грехов, просвещения. И в нем мы видим, что мы хуже всех. Если хотите, когда на человека сходит благодать Святаго Духа, он и видит свои собственные грехи, и красоту ближнего стало быть, и видит себя хуже всех. Он не сравнивает грехи одного с грехами другими. Он не взвешивает их на весах. Он не сопоставляет их с пунктами Уголовного кодекса или еще какого-то кодекса. Он просто видит свои грехи и видит достоинства других. Таково действие Святаго Духа. И поэтому, кто только в благодати Святаго Духа возможно это переживание, и тот, кто так переживает, он находится в благодати Святаго Духа. Что ж тут удивительного? Ведь и причащаться может только тот человек, который находится в благодати Святаго Духа. Собственно, и членам церкви осталось бы эти возможности причащения и имеет только тот человек, который находится в благодати Святаго Духа. Мы так и говорим перед причащением «святая святым». Вот эта святыня преподается тем, кто причастны к благодати Святаго Духа. И от того, что они причастны к благодати Святаго Духа, мы познаем из того, что они искренне ощущают себя здесь перечаше худшими, потому что видят собственные грехи и видят достоинства других. Таковое действие и производит в них благодать Святаго Духа.